Есть только одна королева, и это не ты, это я. Пошла нахуй! Здравствуй, Эльза! Приветствую тебя, Жасмин! Ну шо, моя хорошая, чем ты занималась целую неделю? Наверняка лежала на диване, смотрела телевизор и хлопала себя мокрой ладошкой, по доисторической пизде. Как ты догадалась, именно это я и делала целую неделю. Моя ты умница, какая же ты классная. Да, я такая. Ну шо там интересного было? Ты интересовалась новинками международного кинопроката? Ты знаешь, я так и не выдержала, я скачала чебурашку из интернета. Боже, как я волновалась за эту мохнатку, за эту ушастую шмоньку. Как она любила мандарины, и как их ненавидели дети. Эти уродцы, где они их понабирали, в каком детском саду? Шо был за кастинг? Ну и, конечно, главный персонаж, отец номер один, морда кирпичом. Он ненавидел чебурашку. Чебурашка плохая, а чебурашка всего лишь навсего хотела мандаринку. Ну и, конечно, единственное, что меня удивило, так это изобилие пенисов на экране. Ты понимаешь, хуи на экране детского фильма. Охуенно. И, конечно, все побежали, сделали кассу. Ты ж ничего не знаешь. Сейчас в российский прокат выходит фильм «Вызов Клима Шипенко с Юлей Персидем в главной роли». Ты не представляешь себе фильм. Снимали на международной космической станции. Космонавты-неудачники по 15 лет ждут, что их отправят в невесомость. А эта коммунада соснула и через две недели улетела. Некоторые участники съемочного процесса по секрету рассказали, что она должна была на земле правильно питаться. Но она, как всегда, неправильные продукты совместила. И когда она уже оказалась в невесомости, начала попердывать. Ну ладно, ты там перданула, ускорила скорость полета. Но когда начался мотор, она такая, мальчики, секундочку, сейчас как блевану, и начала рыгать. Боже, в невесомости вся эта кукуруза летает. Они такие, не-не-не, дорогая, давай-ка ты отправляешься обратно на землю, ты заебала. Так, секундочку, мальчики, вы что не поняли? Я величайшая актриса, легендарная артистка. Так, нет, дорогая, твоё актёрское дарование никому нахуй не нужно. Пиздуй на землю, съебалась отсюда. Ну ладно, не любите меня, Арфи Дозейн. И она летит, летит на землю, и тут она вспоминает. О, я ж забыла видеокассетку со снятым материалом. Алло, алло, МКС, мальчики, пришлите мне обратно в ВЧС со снятым материалом. Дорогая моя, забудь про это всё. Мы уже эту кассету выкинули нахуй в открытый космос. Я поняла. Я когда прилечу на землю, мы всё снимем в павильоне. Нахуй было этот полёт совершать. Скажи мне, подруга, ты видела новую перешитую сраку Филиппа Киркорова? Шо ты думаешь по этому поводу, подруга? She's huge, but she's so beautiful. She's a mammoth, of course. А шо я могу думать? Я могу лишь спеть песню Таисии Павалей. Ахуела, ахуела, когда Филиппка узрела, блядь, ну... Ёб твою мать, красотища какая... Похуй на ту сраку. Ты видела, когда он собрался выступать где-то в российской глубинке, а зрители пришли на концерт с вилами. Типа, пошёл нахуй, пошёл нахуй, сын сатаны. Филипп Бедросович Киркоров систематически глумится над чувствами верующих. Чего стоит только выходка с попранием креста. До этого была гей-свадьба на канале МОЗ-ТВ. Возникла ассоциация, что это, ну, серьёзный сатанизм. Ну, много там символики и драматургии сатанинской. Вот она, народная любовь, вот она, популярность. Уже цены актуальны. А вы что, прошлое закопать хотите, да? А нет. Ну что, мои барабулечки ароматные, надеюсь, вы подписались на этот каналчик. Не забыли потеребить колокольчик, заклитый рочек, поставить эрогированный. Пальчик вверх, словно жилистый, фиолетовый. Пенец, афроамериканцы. Давайте, мои барабулечки, шлите денежку на номер карточки, которые вы найдёте под этим видео. Не выёбывайтесь! И ебутся по телевидению. Показывают, как вручатся тут. Нахуй ваша цивилизация.